всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать домашний влог но у меня сейчас заболела моя собачка моя песина моя подружка кто еще не знает у меня собака лабрадор у нас произошла тут такая ситуация у нее какая-то сильная интоксикация организма и так как она ей как бы уже 8 хотя я думала что еще 8 но ветеринары говорят что для лабрадора это уже приличный возраст хотя бывает такое что до 16 лет живут но все равно 8 лет это достаточно приличный возраст в общем у нас на фоне интоксикации стало плохо справляться печень и немножко почки и соответственно собачки мои было очень 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 плохо и в общем но сейчас уже намного намного лучше и она стала нас кушать потому что до этого она питалась только исключительно исключительно капельницами и это было конечно ужасно вот сейчас мы продолжаем сегодня у нас вроде бы последняя капельница не за счет поедем мы с ней посмотрим и также сегодня мне нужно заехать обязательно получить это мне уже там писали и звонили это продуктовый набор с детского садика я вам тоже его покажу какой на этот раз вот и также я сейчас пока у нас еще не подошло время на капельницу ехать вот еще я жду доставку кстати корма потому что пока но как минимум нам сказали месяца три нам нужно будет сидеть на специальном корме специализированном то есть лечебном который идет именно для печени это сухой корм он адаптированный как бы для желудка и так далее потому что до этого у нас ну сухой корм у нас не очень хорошо собака воспринимает и вот придется придется воспринимать что называется и не в общем я сделала заказ заказала потому что сейчас мало где мне муж заезжал ветеринар ветклиники работают и естественно ветмагазины тоже работают ну муж меня заехал так ничего не нашел поэтому заказала через интернет сегодня вот должны привести нам упаковку 6 килограмм не знаю насколько ее нам хватит вроде бы там по 400 грамм в день выдается еды но в общем как то так там в общем приедет посмотрим и также сегодня хочу сделать вместе с вами булочки булочки очень вкусные девочки вот кто из вас такой же как я с тестом на вы я очень вам советую вас приготовить вот эти булочки которые я вам сейчас покажу я рецепт оставлю вам в комментариях конечно же этим рецептом сына поделилась а там моя подписчица она живет финляндии и она мне со мной поделилась этим рецептом и это безумно вкусный и ароматные получаются булочки просто обалденный я буду готовить уже в третий раз единственное что мне нужно будет наверное немножко поторопиться чтобы успеть до того как мы уедем с собакой до врача скажем так вот но рецептик очень очень всем советую так что сейчас пойду ставить тесто потом будем делать булочки вот она моя девочка сладкая да вот она там не видите все лапы побритые сколоты у нее да да вот скажу все меня закололи а там стоит у нас катетер бона не трогай умничка моя девочка до кучу лекарств прописали но сказали что все будет хорошо да моя сладкая то сладкая девочка кто у нас сладкая такая вот она моя сладкая и у меня хорошая мучка же я приболела я чуть-чуть так что вот так вот у нас вот такие дела у нас то и так сейчас я буду замешивать булочки свои значит нам понадобится 250 миллилитров теплого молока я вам все напишу в комментариях внизу от оригинальной рецептором я готовлю значит вот готовлю ничего не меняю как вот как мне прислали так я и делаю получается безумно вкусно поверьте значит теплое молоко у нас обязательно 250 миллилитров одно яйцо дрожжи мед мука и масло растительное еще щепотка соли как не щепотка там чайная ложка 0 5 чайной ложки соли по моему в общем я напишу вот сейчас буду замешивать в теплом молоке растворяем дрожжи потом добавляем яйцо мед и масло и постепенно просеянную муку будем все это замешивать в тесто так что сейчас как раз займусь и поставлю чтобы тесто у меня поднялось и в оригинальном рецепте там дрожжи сырые но я использую вот такие дрожжи обычные сухие ну то есть и все у меня замечательно также поднимается потому что я не знаю тем более сейчас где можно найти у нас сырые дрожжи кстати никогда их не встречала всегда только сухие видела в общем сейчас потихонечку буду их растворять дрожжи и потом еще у меня мед такой видите засахаренный у меня жидкого меда практически нет но я его тоже хорошенечко так растворяю чтобы не оставалось он не был комочками и получается очень-очень вкусно так что будем замешивать тесто и так вот такое тесто у меня получилось и сейчас поставлю его в теплое место чтобы она поднялась ну что вот привезли корм для моей подруги вкусно пахнет вкусно у нее как раз сейчас обед по расписанию вот такой вот у нас корм она сейчас у меня должна связь с приемом лекарства кушать три раза то есть мы сейчас дозу которая здесь рассчитана будем делить на три раза вот кому интересно стоимость название корма вот 4 200 доставка у меня бесплатно получилось здесь у нас 6 килограмм не надо сколько нам хватит вот такого тут у нас получается дозировка обязательно у нас вот и мы как раз нам нужно разделить эту дозировку на три раза потому что мы принимаем лекарства так что вот такой вот самом деле не так много производителей делают подобные корма от royal canin hills я нашла еще какой-то не помню название производства италия и еще пурина по моему делает вот но получается по цене от самым более или менее это вот этот остальные еще дороже получаются вот так что так что подруга моя сейчас как раз будет обедать больше обедать шла легла там говорят что очень вкусный что нравится так что вот такая вот у нас теперь еда так ну что тесто у нас как раз поднялось сейчас я его опущу и буду формировать булочки обычные с сахаром потому что тесто у нас получается таким сладеньким прям ну что такие булочки у меня получились есть честно сказать очень торопилась потому что мне нужно сейчас вести собаку на капельницы уже под опаздываем немножко сейчас поставлю в духовку они быстро при температуре 200 градусов где-то 10-12 минут сейчас они немножко подойдут но еще под да вот они тоже кривицы у меня начали вот и мажут еще маслицем чтобы они были симпатичные что готовы мои булочки постояли они у меня 12 минут но вы смотрите все по духовке как у вас духовка насколько быстро готовит да у каждого по разному может быть минут 15 рецепт этих булочек будет в комментариях так что обязательно прочитайте и если вы также не умеете скажем так так же как я с тестом на вы я вам очень советую приготовить именно вот это тесто она получается просто безумно вкусно ароматным аромат на всю на весь дом у меня сейчас стоит просто она обалденная так что очень вам советую сейчас они подостынут у меня конечно не видите таки не очень получились но я честно скажу я торопилась потому что нам уже надо бежать 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 собаки нам моим на капельницы а мальчишки у меня как раз пока нас не будет они меня поедят булочки вот такие с чаем я мча уже навела они подостынут они будут кушать так что очень вам девочки советую булочки просто нереально нереально вкусно у меня конечно сердечки так себе вот не знаю всегда не получается мне вот эти сердечки они мне вот такие вот получаются не пойми что но вкусно это самое главное а собакин моя тут решила поспать до собаки сняла себя вот этот у него катетер весь расковыряла себе лапу ну полегчало собакину до этого ходила с катетером ничего не снимала его ничего не делала тут решила что но у этот катетер мешает он ей вот разгрызла его расковыряла вытащила общем кошмар что собирайся иди одеваться хоть спать иди одеваться поедем с тобой давайте одеваться говорят на все мы поехали с подруга моя откапались последняя была укольчик сделали у нас еще антибиотики семь дней вот еще попытно заехала вот такой вот получила это я с детского садика 5 коробок как мне объяснили это за три недели вот сейчас я их распакую то есть на три недели как бы сухой поедет подруга подруги уже моя хорошо да хорошо тебя сейчас будем кормиться лекарства еще он принимать сейчас буду открывать ну что я все распаковала получается у нас вот такой набор еще раз повторюсь это нам три недели и еще раз повторюсь мы не относимся льготной категории граждан этого дают всем у меня ребенку пять лет он учится в средней группе в садике да сейчас находится дома а вот дали четыре упаковки молока вот такого дальше четыре упаковки сока яблочного вот такого я честно говоря даже не знаю что это за марка ну вот какой то вот видите здесь написано для поставки в бюджетной организации не для розничной продажи вот вот такой сок яблочной 4 штучки дальше крупы стереопаковки макарон вот таких рожки садим уже пробовали эти макароны они очень даже неплохие здесь два килограмма сахара два килограмма получается две упаковки по 900 грамм пшено и две упаковки по 900 грамм гречи вот такой дальше кукуруза сахарная получается 5 банок здесь у меня и скумбрия прошлый раз тоже была скумбрия вот такая здесь 4 упаковки уже скумбрии 4 баночки до масло растительное вот такое вот дальше здесь вот это вот кстати это очень вкусно девочки вот очень вкусно вот эта вот штука брусник это клюква прошлый раз была брусника протертая с сахаром просто нереально с блинчиками вообще красота видите состав клюква сахар лимонная кислота все так как и желеобразная такая там внутри очень вкусно 600 грамм 4 упаковки чая в этот раз вот такой принцесса нури и получается 5 шоколадок вот такой сливочный шоколад он уже был кстати неплохой шоколад очень даже вкусный нам понравился вот здесь у меня получается ой подождите здесь у меня получается 5 вот таких шоколадок еще одна вот такая шоколадка молочная вот такая вот так что вот такой набор на три недели нам я сегодня получила всех да я когда выдавали именно когда выдавали я не приехала мне потом позвонили что типа почему вы не приехали приезжайте там определенное время получите то есть даже время назначают где когда получать вот в общем вот так вот вот такой вот набор но я считаю что вот лично я считаю я не знаю как что но вот я считаю что набор очень хороший и это же для поддержки идет граждан так сказать детей и для такого бюджетного скажем так набора это очень что даже неплохо так что помощь такая государством и на том спасибо мелочь ну в данном случае это не мелочь но приятно ну что девочки на сегодня мы с вами прощаться вот сейчас у меня вообще полдня уходит это уроки потом я еду на капельницу везу сейчас уже капельницы нам закончили делать но у нас остается еще это все эту всю неделю мы будем делать антибиотика еще колоть ей и завтра тоже поедем но укола это уж хоть быстрее потому что капельница у нас была по 40 минут ну да где-то 40 минут но она мне девочка послушная вот она лежит лежала спокойно спокойно терпела вот но как-то так да вот и еще раз хочу сказать ольге огромное спасибо за рецепт вот этих булочек спасибо вам огромное потому что у нас очень всем моим домашний понравился и я советую вам тоже девочки обязательно сделайте аромат будет на всю квартиру просто обалденно вот так что так что вот такие вот у нас дела вот но так как мы идем уже на поправку я постараюсь больше не пропадать вот так что кто не подписанного канал обязательно подписывайтесь ставьте пальчики вверх оставляйте свои комментарии всех люблю целую до новых встреч